Сейчас мы рассмотрели, практически некая завершенная отдельная лекция была о борьбе с различными болезнями. Много достижений, я еще раз повторю, что многое из того, о чем я рассказывал, это достижения буквально в последних месяцах. То есть это очень динамично, очень быстро развивающееся направление, здесь достигнуто много успехов. И замечательно очень хорошо, это радостно. И казалось бы, все хорошо, вот еще пройдет немножко времени, и мы сможем вообще все болезни лечить, и тогда настанет то, к чему мы стремимся. Но, к сожалению, оказывается, что все несколько сложнее, потому что болезни это только верхний слой, который мы видим. А за болезнями стоит, и это явление можно, с которым нужно бороться. Это старение. Дальше, пожалуйста. Что такое старение? Ну, существует достаточно много определений старения, которые, в общем-то, частично перекрываются. Вот одно из них, такое несколько сборных, которое старалось зацепить различные стороны этого процесса. Это нарастающие с возрастом снижение функциональных возможностей системы организма, которые ведет к ухудшению качества жизни, роста заболеваемости, потери трудоспособности, то есть эволюционизации, и, конечно, в счете смертности. Смертность или красным цветом, поскольку это самое печальное и самое, в общем-то, значимое, в дальнейшем счете, следствие старения. Дальше. Ну, вот иногда спорят на тему, следует ли старение называть болезнью, болезнь это или нет. Ну, вот дальше. А что такое болезнь? Дело в том, что на самом деле не существует общепринятого понятия даже, что такое болезнь. Есть тоже несколько определений, наверное, с десяток могу подобрать, если поставить такую задачу. В общем, единственное, которое можно считать более-менее таким логически целостным, это болезнь, это то, что перечислено в международной классификации болезни десятого пересмотра, которая на сегодняшний момент является действующей. До этого действовала девятая, девятая пересмотра международная классификация, и, соответственно, болезни были немножко другие. Вот и достаточно много есть расхождения о том, что считать болезнью, там, скажем, считать ли болезнью, там, гомосексуальность, или считать ли болезнью дурной запах изо рта. Ну, вот, соответственно, поэтому, вот, наверное, не будем спорить о том, является ли старение болезнью или нормальным физиологическим явлением, хотя я лично склонен согласиться, даже, пожалуйста, с мнением Ильича Мечникова, который говорит, что старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую, говорил, в 1903 году, больше 100 лет назад. Причины болезни сейчас, ну, достаточно много существует теорий болезней, что болезнь происходит от того вот этого. Мечников считал от нарушения кишечной микрофлоры, там, кто-то еще считал от ослабения или деятельности таких там, желез нет внутренней секреции, кто-то еще от чего-то. Сейчас более-менее понятно, что, в общем-то, правы они все. Ну, или многие из тех, кто удивил своей теорией старения. То есть, что у старения множество механизмов, которые друг другом взаимодействуют, запуская друг друга, усиливая друг друга, обостряя друг друга, ослабевая сопротивляемость организма друг другу, и в совокупности эти многие механизмы приводят к, собственно, старению смерти. Вот здесь одна из схем старения. Вот, может быть, не знаю, Данил, может быть, будет говорить подробнее об этой конкретной схеме. Ну, следующую можно. Вот другая схема старения. Я сейчас не буду разъяснять каждый из этих квадратиков, его значения, при том, что каждый из этих квадратиков – это тоже целый комплекс сложных различных процессов и явлений. Вот это просто для того, чтобы продемонстрировать, насколько это явление сложное, насколько оно многостороннее. В то же время сейчас более-менее все, по крайней мере, главное, из этих квадратиков видимо известны. Если не из квадратиков, то вот и из двух квадратиков. То есть здесь может появиться еще какие-то квадратики. Но, в целом, основные механизмы старения понятны. Спорят о роли их. Вот насколько важны там рост воспалительных процессов в организме, насколько важно сокращение теломера, насколько важно то или другое. Но понятно, что важно все это и более того, что у разных индивидуумов разные так называемые профили старения. И, соответственно, у них определяющими старения процессами являются разные, хотя конечные профилии могут быть и очень похожими. Дальше, пожалуйста. Ну вот есть несколько механизмов старения, которые можно условно назвать первичными, которые не восходят к каким-то другим. Это накопление мутаций в ДНК. Но, не знаю, надо объяснять, что такое ДНК? Не надо. А ядерное митохондриальное? Желание. Ну, не важно. Тогда, в общем, есть некие такие длинные молекулы, на которых записана вся наша, в общем, наследственность, генома. По мере того, как они трогируются при делении клеток, а также просто в процессе их существования, на них возникают ошибки, повреждения. И, соответственно, со временем клетки начинают синтезировать немножко эти белки, немножко не так работать. Начинается разнобой, и, в общем, это и проявляется в старении. Окисление макромолекул свободным радикалом. Что такое свободные радикалы? Не буду объяснять, но есть такие очень активные химические вещества в организме, которые повреждают молекулы белка, а также те самые молекулы ДНК. То есть одна из причин, на которой мутация, как раз, как с ней свободными радикалами. Исчерпание и ресурсы деления клеток. Ну, в том числе, то самое сокращение тела, о котором я уже упоминал. То есть клетки делятся-делятся, замещая погибшие или удаленные. Но, в конце концов, они теряют возможность делиться, и тогда нарушается процесс репарации в организме. Накопление внутренних клетчатого мусора. Ну, это вот возникают различные липофусцины, амилоиды. То есть различные вещества, с которыми организм как-то справляется. Но, если вот, скажем, достаточно большой агрегат образуется, то он уже не справляется. Если достаточно много. Если плохо работают механизмы эти очистки. И, в конце концов, в организме начинают накапливаться различные вещества. Такие, как агрегаты белков, которые тоже отокислены и там вступили в реакцию с сахарами. Это достаточно такой важный процесс есть. Которые, если их мало, то организм от них избавляется. А если возникают вот такие агрегаты, этих молекул, то они уже остаются. И, соответственно, белки теряют эластичность. Перестают выполнять свои работы. Это шлаки можно делать? Шлаки вообще в металлургии. Шлаки это термин из металлургии. В биологии такого термин нет. Ну, есть то, о чем говорят, наклеечные молекуляры. Есть процессы, которые происходят на общесистемном уровне организма. Всякая разбалансировка регуляции гормональная и нервная. Ну, и некоторые другие процессы. То есть, вот достаточно много есть процессов, которые запускают это старение. А дальше они уже взаимодействуют, мешают организму сопротивляться друг другу. Ну, и это приводит к тому, к чему приводит дальше. Можно вопрос, исчерпание ресурса деления клетки? Это как? Ну, я говорю, что вот клетки, ну, скажем, вот клетки эпителикишечных условно говорят, да? Они постоянно обновляются. То есть, одни отмирают, другие делятся. В процессе деления происходит разное, ну, там, изменение клетки. Ей все труднее делиться. И, в конце концов, нарушается восстановление петеликишечника. Также нарушается восстановление кожи. То есть, кожа становится более, менее эластичной. Ну, в том, в частности, за счет накопления, там, вот, внутренних. Да, это вот, проявление об этом расскажет. Вот это связано с определенными, там, свойствами, процессом, который происходит при делении клеток. Ну, вот, в принципе, у нас клетки все время делятся во время нашей жизни. Есть клетки, которые не делятся постминтатически, например, клетки головного мозга, а есть клетки, которые делятся, клетки иммунной системы, например. И вот, если они теряют способность делиться, то иммунная система начинает плохо работать. А можно вопрос? Да, конечно. А как это выводится обычно? Ну, вот эти вот... Разные по-разному. В принципе, есть ферменты. То есть клетки выделяют ферменты, которые вот разрушают... И нам, что постоянно людям делать, чтобы мусор был умер? Очень по-разному и не всегда понятно. Скажем, вот болезнь Тайфгеймера, при которой амилольф накапливается, не очень понятно, почему она происходит, или что-то можно сделать, чтобы на них происходило. Ну, вот есть мнение, что там аутоиммунные процессы какие-то есть, которые к ней приводят к накоплению. Соответственно, нужно бороться с аутоиммунными процессами. Нет единого, вот такого, скажем, как говорят всячески знахари, что давайте там очистка печени в домашних условиях, там очистка почек в домашних условиях. Это в каких-то случаях что-то и работает. Но, да, действительно, если там при определенных заболеваниях почек, если вы даете мочегонное, то это полезно. Но, в целом, на уровне вот такого очистки организма это не работает. А вот баня, спектр, все это делают. Сейчас там кабины, вот хабар тоже делают программы там. Это не научно. В принципе, кому-то конкретные диеты могут помочь, но это зависит от того, какие у данного конкретного индивидуума, какие особенности. То есть, ну, накапливаются там, скажем, соли мочевой кислоты, да, мы знаем, подакры. Вот эти примеры накапливаются. Соответственно, нужно диету построить так, чтобы минимизировать образование мочевой кислоты. Ну, или другие. Там есть, ну, примерно такие же подходы, как по месту образования камней там в мочевом пузыре. То есть, разные есть подходы, но универсальное здесь похоронено. Игорь, я просто действительно так, ну, чуть забегаем вперед, сейчас мы рассматриваем механизмы, конечно, старения, а по лечению вопроса у нас будет еще раз говорим. Но, тем не менее. Правильно я понял, что когда какой-то специалист заявляет, что он нашел единственное решение, и вот универсальное, например, очистки органилима. А очистки органилим, это... Ну, скорее всего, это шарлатон. Скорее всего, да. Ну, либо это не совершенно невероятное, но, скорее всего, конечно... Либо кто-то понял, что все дело, например, в паразитах, которые живут в теле. Ну, да, и... Если вытащить паразита, то все наладится. Нет, ну, таких очень много, которые вот все делают в паразитах, или там все дело, я не знаю, в топливных, в том, что едим вареное и жареное, а надо есть сырое, или в том, что надо питаться раздельно, и если вот питаться раздельно, то... ничего не будет, и никто не умрет. Вегетарианство? Ну, вегетарианство, это... Если строгое вегетарианство, то вегетарианство, это вообще такой способ самоубийства нет. Потому что, ну, хотя бы B12, человек просто не может получить из растительных источников вегетарианства. Насчет чистки, что-то, если, например, чистить печень, подрывая масло, да, но камни реально выходят. Ну, да, печень, но я-то говорю сейчас, в межклеточке, внутриклеточке, эти сомки образовываются. А желчный пузырь, когда там, ну, желчный пузырь... Нет, значит, просто чистка, такая, как чистка зубов, это точно работает. Ну, да, нет, три вида чистки работают. Ну, да, чистка рук. Да, чистка рук. Но вот нельзя сказать, что вот какой-то рецепт, чтобы вообще не образовывалось, или чтобы... Ну, на самом деле, есть, конечно. Скажем, если мы говорим об конкретных вещах, об образовании агрегатов, гликированных белков. То есть вот то, что я говорил, белки взаимодействуют с глюкозой, ну, и с другими сахарами, ну, и в основном у нас глюкоза играет роль. Когда две молекулы белка сталкиваются, они вот по этой молекулу и глюкозу могут слипнуться. Вот возникают такие вот агрегаты белковых молекул. Что нужно сделать, чтобы они не образовывались? Во-первых, следить за уровнем глюкозы в крови. Банально. То есть это типичное направление диабета. Вот диабет, он как раз в этом проявляется. Значит, что нужно? Значит, нужно, во-первых, отслеживать уровень сахара в крови. Потому что диабет, когда люди замечают, уже там, ну, грубо говоря, уже поздно, уже клетки, когда гибнут, начинают. Скажем, когда 90% там бета-клетов поджелудочной железы погибло, тогда появляются первые клинические признаки. Значит, если нужно следить, понять, есть ли предрасположенность к диабету, значит, опять же, желательно генетические исследования провести. Если есть предрасположенность к диабету, то, ну, на ранних стадиях достаточно с помощью, там, диет не очень отягощающих, можно очень сильно замедлить развитие диабета и отложить его. И, соответственно, образование этих вот агрегатов. То есть, вот есть случаи, в которых можно простыми способами. Ну, лечение диабета, то есть использование антидиабетических бигуанидов, таких как метформин, вот они, да, в этих случаях они полезны. То есть, не нужно прописывать всем метформин, но, в принципе, достаточно многим метформин был бы полезен в качестве средства профилактики диабета и образования вот как раз вот этих вот самых диетированных белков, диетизированных, если точнее. да, он был бы полезен. Ну, вот надо знать, опять же, свою предрасположенность. А другие, там, к камелоидам, скажем, от не имеет отношение. Там, или, как бы, фрусцин. Ну, наверное, в принципе, есть такой более-менее общий рекомендаст, что нужно стимулировать оборот белков. То есть, вот как, когда белки стимулируются, вот белки постоянно разрушаются и синтезируются заново. Вот, соответственно, если стимулировать, это просто дорогой процесс для организма, в смысле, просто калории понадобится. И поэтому организм на этом экономит. А если его стимулировать, то тогда увеличится количество дефектных белков, которые будут разрушаться, там, до того, как они, скажем, агрегировались как-то, и, ну, это предотвратит образование многих видов таких вот, таких загрязнений. Есть вещества, которые стимулируют такой оборот белков, но в частности, например, треголоза. Есть такой сахар, дисфахарид, который содержится в некоторых грибах. Интересно, что это вот грибы, которые в китайской медицине считаются как раз способствующими долголетию. Такие, как шиитаки и там... Бенаден. Да, совершенно верно. Вот они как раз содержат большого количества треголозы, и, может быть, на этом основаны их виды. Ну, а, в принципе, треголозы можно просто покупать банально и употреблять вместо сахара. Треголозы. 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 Китайский предкладка. Шиитаки. Причем, в грибахарда подают? Она оборудовается. И будет придатной. Ну, понятно, что если большое количество, то будет вредно. Ну, вот если, скажем, вместо сахара, она не такая сладкая, как сахар, поэтому она не используется. Можно сахар вообще есть? Можно. То есть, вот, получается, увидит только в течение и прочее. Да, можно вообще-то и не введя в течение. В принципе, вот, скажем... Нужно ей. Понимаете, вот, чубчи, например, да, которые живут в Чукотке, они, если не едят мясо, то едят льву. Третье у них не дано. У них просто... Ну, сейчас-то ей, естественно, что-то заботится. Раньше у них третьего куша не было. То есть, они ели только белки и жиры. Они, в принципе, углеводов не получали. Из-за этого у них метаболизм был очень перекошен по сравнению с европейским. Но они к нему уже привыкли. То есть, это к тому, что можно не только без сахаров, можно вообще без углеводов. Хотя, вот, для нормального европейца считается, что там определенное количество углеводов необходимо для правильного метаболизма белков. Вы же писали, помните там, что правильное-полноценное питание? Полноценное, это разумеется? Да. Ну, полноценное... Углеводы обычно не рассматриваются как важный компонент полноценного питания. А обычно все-таки рассматриваются белки, в частности, определенные аминокислоты, незаменимые витамины, некоторые микроэлементы, вот такие вещи. Понятно. Можно еще? Конечно, клубы. Ну, я слышал несколько раз, что говорят, что когда человек заболевает, я как бы из него выходит гадость. Температура повышается... Ну, это если понос. Нет, не если понос, а именно там, допустим. А если... Простуда там такая, то есть это способ очиститься. Ну да, я слышал там, что... Нет, но что значит выходит гадость? В принципе... Я не знаю, какие гадости. Я тоже. В моем понимании гадость это шлаки. Большая тень нет. Нет, ну, в моем понимании, что шлаки это термин из области металлургии. Ну да. То есть, в принципе, и когда человек, скажем, потеет, то да, с потом определенные вещества тоже выходит. Потому что потовые железы, они, в общем, работают немножко похожи на почек. Но для этого не обязательно заболевать? Да. Но для этого не обязательно заболевать достаточно не больно. Что проще и намного приятнее. Но в бане полезно. Да, поверьте. Не всем. Почему? А у кого сердце больное. Вы читали книжки одного автора, он про себя писал. Вы понимаете, книжек очень много. И даже, может быть, он писал про себя, и, может быть, ему было полезно. Но, в принципе... И даже если звонили, это не значит, что другому это тоже помогут. Есть масса процедур, которые одного человека могут вытащить со смертного ложа, а другого могут на него уложить. Согласны. И к таким относятся и любые экстремальные процедуры. Купание в проруби, баня, тяжелая атлетика. Есть люди, которые тяжело болели, начинали поднимать тяжесть и вылезали с заболеваниями. А есть люди, которые начинали поднимать тяжесть и умирали от инфаркта. Ну, каждому своё, просто нужно подходить очень индивидуально. А можно вопрос? Да. По поводу плазмоперазии. Да. То есть, в принципе, очистка крови, насколько видите, полезная процедура? Ну, что, в политмерках спасаете. То есть, самое требование? А про кого? Нет, нет. Ну, кому-то это нужно просто, кто болеет чем-то. А действительно очистка крови помогает? Я не думаю, что это нужно всем. Не думаю, что это нужно всем. Поскольку это всё-таки хранилище. Вопрос, да про чем идёт кровь? Ну, вот, может, Антолий Иванович скажет подробно. Просто, как пересадка сердца, это тоже очень хорошая мера. Очень многим людям она поможет. Ну, они всем показывают. Начинать с этого не стоит. То есть, чем более процедура вот такая вот требует напряжения сил организма, что ли, тем она опаснее. Потому что у больного человека снижается устойчивость. И то, что, ну, кому-то пошло бы на пользу, как прострелировочное. У кого-то уже не хватает сил компенсировать это. И ему это пойдёт во время. То есть, вот есть такая фраза ниже, если не ошибаюсь. То, что нас не убивают, то делает нас сильнее. Но некоторых это всё-таки убивает. Да, вернёмся к старению. Самое неприятное проявление старения – это смертность. Связь между старением и смертностью достаточно однозначная. Она заключается в том, что, начиная с некоторого возраста, с каждым годом старение вырастает. Вот мы видим, что если посмотреть в логарифмическом масштабе, поскольку здесь люди с техническим образованием, которые не объясняют, что это такое, достаточно линейно выглядит эта зависимость. То есть, если строить в обычном пропорциональном масштабе, то смертность будет расти по экспоненте. То есть, очень быстро. Каждые, ну, где-то 7-8 лет смертность в случае человека удваивается. Значит, если за 70-80 лет она удваивается 10 раз, то есть, разрастёт в тысячу раз. Соответственно, вот по сравнению с тем, что вот здесь вот, вон там смертность в тысячу раз выше. Это и есть самое неприятное проявление старения. Эта зависимость называется конкомперс, она удивительным образом верна не только для человека, но и практически для всех организмов. То есть, для всех организмов, начиная с какого-то момента, смертность начинает экспоненциально расти с возраста. Естественно, период этот у каждого разный. Там, у мышки он может быть не 7-8 лет, а несколько месяцев. Ну, вот такая закономерность, она, тем не менее, выявлена практически для всех. И, в общем, причина этого не очень понятна. Но, мне кажется, такой вот закон существует. Что можно вывести из этого графика? Здесь приведены данные для Швеции. Это такая благополучная страна, она очень часто используется в демографических исследованиях, потому что там, ну, долго не было различных ни войн, ни землетрясений. И, по-моему, ни до 17-го, ни до 16-го века сохранились подробнейшие записи даты смерти и рождения в книгах церковных для всего населения Швеции. И, соответственно, можно за большое время сравнивать, как менялась смерть, в зависимости от смертности, от возраста и вообще любая смертность остальная. Вот поэтому очень часто используют данные Швеции. Что мы видим на данных Швеции? Наименьшая смертность достигается в возрасте 10-15 лет где-то. Это интересно, потому что это как раз довольно уязвимый возраст, вроде там как раз перестройка организма идет, трудный возраст, там плещи всякие вырезают, но именно в этом возрасте смертность минимальная. До этого она детская смертность более высокая, после этого идет, собственно, старинная. Вот в этом возрасте она составляет, в моем случае, в Швеции, мы видим где-то порядка единицы. Это вот, если мы посмотрим сюда, это один человек на 100 тысяч. Простите, я отличаю на 10 тысяч, получается логарифм. Единица – это значит десятка, а на 10-5 это будет 1 на 10-4. То есть один человек на 10 тысяч. Ну, в Швеции – это благополучная страна. В других странах тоже относится к благополучному понятию, что у неаприканских этот показатель составляет где-то один случай на несколько тысяч детей в год. И потом этот показатель начинает расти и расти и расти. Где-то в возрасте порядка 40 лет человек достигают цифры двойка. Что это значит? Это значит, что один человек на тысячу в год умирает. Ну, у нас этот показатель достигается несколько раньше, может быть, в 30 лет, скажем. Теперь давайте подумаем, вот арифметику здесь все хорошо знают, что было бы, если нам удалось выключить старение, но если до этого уровня, если не здесь, то у нас есть эти даже. В возрасте 40 лет. И смертность перестала больше остаться, а дальше прошла больше. То есть люди продолжали бы умирать, но они не старели. То есть они вот как атомы радиоактивного вещества распадались в экспоненте и вымирали. Ну, уран какой-нибудь там. Смертность у них была бы постоянная. Поскольку нас здесь составит один человек на тысячу в год, то, как легко видеть, средняя продолжительность жизни составила бы тысячу лет. Вот вдумайтесь над этой цифрой. То, сколько мы не доживаем до тысячи лет, это то, что мы теряем благодаря старению. Это цена старения. Причем, кроме этого, мы теряем еще и здоровье и удовольствие жизни. Потому что, если бы мы перестали стареть, то мы бы так и оставались в том возрасте 30 лет, скажем так, мы бы стабилизировались. И через тысячу лет те, кто до него дожил бы, были бы такие же энергичные, полные интересы к жизни, активные. И так же хотели бы жить дальше. Так же интересно было бы им жить дальше. Вот это очень мало кто осознает. Что мы теряем из-за старения? Для сравнения, вернемся, ну, не будем сейчас крутить слайды, вернемся в свою полностью картинку по причинам смертности. И там был такой сектор онкологических заболеваний. 12 процентов. Вот что было бы, если бы нам удалось полностью исключить онкологические заболевания вообще как явление. Вот нашли универсальные лекарства всех видов рака. Вот, можно подумать, на первый взгляд, на 12 процентов там, скажем так, слабой продолжительной жизни. На самом деле, это не так. Вот, если мы снижаем смертность два раза, то это эквивалент тому, что мы вот по этой кривой доверяемся на 7-8 лет, о которых по закону будет операция. То есть, снижение смертности в два раза, эквивалентно сдвигу на 7-8 лет. Снижение смертности на 12 процентов, которое происходит от онкологических заболеваний, эквивалентно сдвигу где-то максимум на 2-3 года. То есть, если мы сейчас вот полностью во всем обществе полностью исключили онкологические заболевания, средняя продолжительность жизни возросла бы на 2-3 года. Если бы полностью исключили старение, смертная продолжительность жизни возросла бы до 1000 лет. Вот, сравните во сколько раз отличаются эти величины. И вот, примерно во столько же раз различается финансирование, которое выделяется на борьбу с раком и борьбу со старением. только в другую сторону. Вот сумма не выгодна, чтобы не было вложения. Почему? Ну, потому что после 60-ти или 70-ти надо платить пенсию. Это юридический аспект. Вот если платить пенсию, скажем, не по достижению календарного возраста, а по физической нетрудоспособности, а мы перестали ставить его и через тысячу лет 30-ти лет, то тогда бы обществу это было очень выгодно. И анализ показывает, что как раз общество очень много теряет из-за старения, и очень много приобрело бы, если бы удалось вот это вот старение забезберить. То есть экономически это тоже было бы очень выгодно обществу, хотя, действительно, вы правы, очень мало кто это понимает. Как только начинаешь говорить о продлении жизни, тебя начинают говорить перенаселение, тебя начинают говорить все будут старые, начинают говорить там потеряется интерес к жизни. В общем, люди всячески отталкивают от себя вот мысль о борьбе с старением, только бы не думать вообще о старении и смерти, вот. Не надо. Наверное, раз это есть, значит, наверное, это зачем-то нужно. Вот зачем нужно старение, чтобы не доживали до тысячи лет. Давайте дальше. Давайте пропустим, это вот как, собственно, закон Горпринц, только уже в линейном, вот здесь вот видно, как экстрадиционно растет смертность от пренебрежимой в возрасте, там, до где-то 30-40 лет, и в тысячу раз возрастает в 80. Потом, правда, это немножко загибается. Вот где-то, вроде, 90 лет вот так вот, экстрадиционный загибается, когда Горпринц нарушается, знаешь, как он не выполняется в детстве, он не выполняется в возрасте порядка 100 лет. И где-то после 100... Да, давайте следующий слайд. Вот как раз здесь видно, что в районе 100 лет он загибается, даже выходит на плату. И после 100 лет вероятность вот встретить свой следующий день рождения, она примерно 1-2. То есть вот кто дожил до 105 лет, он с вероятностью 1-2 дожил до 106. Кто дожил до 106 с вероятностью примерно 1-2 до 107. То есть, ну, где-то вот на таком уровне примерно. Что там за ямки? Это просто болтанка за счет того, что там мало статистики, там единичные случаи уже. И поэтому там шумовые эффекты. Выглядят они вот, что в столе, что в столе, что в столе примерно одинаково, и все-таки старение продолжается? В общем-то, люди перед смертью от старости выглядят примерно одинаково. Если он умирает от старости в 70 лет или в 100 лет, он, ну, некоторые отличия есть, но нельзя сказать, что умирающий от старости в 70 лет выглядит лучше, чем умирающий от старости в 100 лет. Потому что, например, этот график не имеет отношение к отдельному человеку. Да, это есть. Вот и более того, скажем, за 5 лет до смерти, тот, кто умрет в 70 лет, выглядит примерно так же, как тот, кто умрет в 105 лет, как он выглядит в 100 лет. И примерно так же. Тем более того, это даже сжимается. Вот период нетрудоспособности. Вот те, кто умирают там в 102 года, они, скажем, до 100 лет работают. Там есть, там, и, кстати, интересно, что это, как правило, интеллектуальные профессии, там, преподаватели, ученые, там, врачи, вот, у них достаточно высокий процент долгожителей. И они работают, и именно те, кто работает до последнего. То есть, статистика показывает, что это период интеллектуспособности, то есть, продолжительная жизнь растет не за счет старости, а за счет как раз интеллектуспособного периода. Дальше. Обязательно есть старение в природе. В природе мы знаем, что большинство видов стареют. Но, как не так давно стало понятно, у некоторых видов старения не наблюдаются. Эти виды, их не так много, хотя, возможно, и больше, потому что, наверное, все это вывезли, исследованы. Они относятся к самым разным типам животных. Среди них есть и морские ежи, и иглокожие. То есть, есть и маюски, есть и кишетинополосные. Вот рыба здесь приведена. Есть черепахи. Есть даже маякопитающие. Дальше, пожалуйста. Вот пример. Вот пример. Нет, сюда, назад. Вот пример. Это аленский окунь или красноклассный аленский окунь, зарегистрированный в возрасте его 25 лет. При этом, рядом с ним живут другие виды морского окуня, у которых максимально зарегистрированный возраст 14 лет. В общем-то, они живут примерно в одинаковой воде, питаются примерно одним и тем же. В чем разница между ними? Пока до конца не понятно, хотя сейчас вот начинают этих животных изучать. Важно не только то, что они живут долго, что они живут 205 лет. Важно, что у них не появляются признаки старения. То есть, с возрастом у них не снижается, а у некоторых видов даже возрастают физиологические показатели. Они не теряют репродуктивную функцию, а у некоторых видов репродуктивная функция с возрастом возрастает. У них нету типичных старческих изменений, таких как фигуроз тканей, некоторые другие. Почему это происходит, в общем-то непонятно. Вернее, я скажу так, не очень понятно, почему одни старения, другие нет. В чем разница между ними? Есть, на мой взгляд, обитающих вот два вида есть. Это гренландский кит, который, ну, скажем так, не зафиксировано в старении. То есть, вот его отлавливают и признаков старения не найдено. Это не значит, что, может быть, где-то есть старые экземпляры, но, во всяком случае, их наблюдать не удалось. И второе животное – это так называемый голый землекоп. Это такое похожее на мышку животное, которое живет в Африке под землей. То есть, два полюса. Вот одно из самых маленьких влекопитающих и одно из самых, ну, едва ли не самое большое влекопитающие. Вот они оказываются такими долгожителями. Почему? Тоже, в общем-то, предстоит изучить. Дальше. Ну, о чем это говорит? О том, что старение вообще в природе не обязательно. И не исключено, что мы своими усилиями когда-то сможем человека сделать тоже не стареющим видом. Можно ли бороться с старением искусственного образа? Пока борется в основном экспериментах на животных. Результаты довольно интересные. Вот на таких червячках C. elegans удается их продолжительность жизни увеличить в 7-10 раз. На мышах пока, это наиболее близкие к нам из тех, на кому удается незначимый эксперимент, пока удается нам на 50% примерно, в некоторых экспериментах. Ну, не очень стабильный может быть, но на 30% уже точно удается и на мышах, и на крысах увеличить проговоры жизни. На человеке, что можно сказать о человеке? На человеке невозможно ставить эксперименты такого рода. Потому что вот на мыши можно посадить ее в клетку и в течение двух лет ее продолжительной жизни смотреть, как она живет. Или после этого засечь, когда она умудрит. Вот у нее это два года. У трозофилы это там порядка 100 дней. У немакоды вот это самое, порядка 20 дней продолжительной жизни. А у человека 70 лет. Значит, даже на мышах и крысах такие эксперименты ставят очень тяжело. Именно в силу длительности. Потому что людям надо, ну, как говорят, защищать дипломы, защищать диссертации, публиковаться. А у них все идет, идет, идет эксперимент. И вот он прошел, и оказалось, что то вещество, которое давали, не помогло. То есть, что все эти два года году подходит. Вот поэтому вот такого рода эксперименты очень тяжело проводить даже на мышах и крысах. Там много сложнее на приматах. И почти нет экспериментов на приматах, скажем. И, ну, практически невозможно на человеке. То есть эксперимент, понятно, что длиной 70 лет поставить, ну, на практике практически невозможно. Поэтому данных о влиянии каких-то веществ или там каких-то воздействий на продолжительность человека, их, в принципе, быть не может. И если вам кто-то скажет, что вот такое-то вещество продлевает продолжительность жизни человека, там, на 10 лет, а такие-то упражнения продлевают на 20 лет, то значит, это человек шарлатан. Это не значит, что это вещество не полезно, но значит, что человек говорит о том, что он не знает. Оно может быть полезно, оно может бесполезно, оно может быть вредно. но тот человек, который это говорит, он не знает, о чем говорит, просто потому что он таких вещей знать не может максимум, что можно здесь делать, это экстраполировать данные о воздействии этого вещества, скажем, на мышь и экстраполировать их на человека но у мыши совсем другой метаболизм, она по-другому питается она живет почти на два порядка меньше поэтому просто так вот экстраполировать на два порядка величины воздействия на подложительность жизни это вообще говоря некорректно поэтому у мышах там пользу йоги, отдыхательных, практик и медитации проверить, что нужно? да, на мышах это, ну что-то можно какие-то упражнения, скажем, вот можно мышь запустить в колесо, вот это на самом береге и показать, что там мышь, которая сидела в клетке неподвижно на стольку прошла а величин колеса на сколько прошла? больше, больше, да, реально больше достоверно больше и соответственно сказать, что вот такие упражнения полезны если вы ухитритесь заставить мышь сидеть там в пользу лотоса то там можно будет проверять какие-то из действий йоги ну, в принципе, я не исключаю, что это можно мне как-нибудь веревочками связать но при этом, понимаете, нужно померить, следить за микрокосмической арбитой и за правильностью дыхания да, совершенно верно но в любом случае это будет тяжело а вот для человека проверить ни позу лотоса, ни даже бег там в колесе практически нельзя можно проверить их воздействие на определенные заболевания то есть, скажем, вот человек, который вот ведет подвижный образ жизни действительно, вот по статистике, они меньше болеют с лечо-сосудистыми заболеваниями и некоторыми руками да, практически все, включают на ухо-логические хотя, кстати, вот бег на долгую дистанцию, он ноги улетит это тоже, ну, нужно, у каждого есть свой предел интенсивность упражнений на отпуске, вот и этот предел переходить не действует да, демографические данные, там, в каких-то странах по-разному месту, по-разному бюджету ну, бегают, я не знаю, наверное, все одинаково, примерно, бегают а живут, ну, есть, да, достаточно много данных о демографических обходах жизни в разных стран но обычно их, скорее, связывают, ну, с таким веществом, как или генетические особенности данного народа или образ питания знаете, а в том же питании, там, например, народы Кавказа, народы Карпат и Прибалтики, ну, считаются долгожителями а питание у всех трех видов народов абсолютно разное ну, если интересно, я могу немножко поговорить у меня этого нету, как рассказать о вот демографии это будет стоять в разных странах интересно? интересно, да? ну, вот, в мире существует несколько озон, где отмечена повышенная продолжительность жизни это, ну, знаете, Кавказ есть район Вандах есть район Гималаях и есть Окинава в Японии ну, и, видимо, ближайшие острова Книи такие, как острова Рюкио и китайский остров Хайна и Тайвань, видимо три из этих районов, которые назвал это горные районы казалось бы очень полезно жить в городах а Окинава на уровне моря расположена вот, погибаем питание те же, вот, чурчи, якуты они довольно долго живут несмотря на то, что вот, если вы начнете европейца кормить типичные национальные диеты чурчи он вскоре вскоре помынет просто помынет это банально не преувеличение это факт вот, они питаются мясом и рыбой то есть, предпредельно удаленная от часто считается, что от вегетарианская диета там полезна вот, предельно удаленная от вегетарианская диета она оказывается сопровождается достаточно высокой продолжительностью жизни и высоким количеством долгожителей видимо, вот, те случаи, которые мы видим вот, такие национальные долгожительства очень, так скажем в на Акинаве тоже это комбинация совпадений генетических факторов и национальных традиций ну, о состоянии окружающей среды например, там горный воздух или какие-нибудь другие факторы на Акинаве и традиции питания на Акинаве например ну, почему я говорю Акинаве? кстати, обычно говорят вообще в Японии но если мы посмотрим где живут долгожители Японии то кажется, что очень значительный процент из них живет на Акинаве хотя и в Японии тоже и в остальной мейленд вот такой вот Японии тоже высококоролитные жизни но в целом наверное я не знаю достигла была Япония находится на первом месте по продолжительности жизни в мире вот я не знаю была ли она по ней если бы ее состав необходима маленькая кинова где аномально большое количество долгожителей то есть вот в принципе выделить единым какого-то фактора нет наверное есть совпадение факторов генетических дальше микробиологических потому что есть исследования которые показывают что скажем в кишечнике некоторых жителей Кавказа например тоже Абхазии немножко другой состав микрофлоры чем ну у нас с вами например и что не исключено что вот другой состав микрофлоры он связан как-то с их более высокой продолжительностью жизни нет питание ну вот та же окинава например ну и вообще и полиэксал они пьют зеленый чай который там вот считается что обладает рядом полезных свойств содержит определенные там вещества ну вот нет тем не менее вот единого такого указания что вот здесь живут долго потому-то его нет на окинаве едят много рыжбы а на Кавказе там едят баранику а вы знаете такого ученого Вадим Борисович Толстаков слышал? он тоже сам не говорил что самая непонятная наука наука питания ну нельзя сказать что она совсем непонятная ну вот мое мнение что говорить о правильной деятии то есть какие-то вещи можно говорить что там вот не переедать не недоедать что питание должно быть полноценным что вот надо избегать ну многим скажем так следует избегать животных жиров хотя некоторые вот те штуки прекрасно питаются ими ну они такие вот более-менее общеизвестные но более тонкие вещи их нужно индивидуально подбирать их нужно подбирать под генетику генетика Абхаза одна генетика Акинавца другая генетики там индейцы Вандер третья а тестов до сих пор еще не существует вот как ты свой тест показывали так на основании определять ну то есть что надо есть человеку ну во-первых существует достаточно много шарлатанских тестов по группам крови и так далее термоход да это вот по группам крови это в общем шарлат термоход да это модное но совершенно не имеет отношение к реальности но вот по таким данным генетически да это можно будет сказать немножко позже когда будет накуплена статистика сейчас пока это вот только-только начинает появляться то есть какие-то по каким-то генам естественно можно сказать что вот вам нельзя есть там углеводы с высоким гликемическим индексом то есть сахар там нельзя есть вот можно есть нет кошмала сахар нет метод фоли это шарлатанство метод фоли не слышал? не слышал, конечно знаю я к гомеопатии вообще отношусь очень большим сомнениями не то что он говорит что это совсем шарлатанство но близко к этому я вот слышал один врач мне говорил что он читал исследования американцев что в Америке доказано что гомеопатия шарлатанство и не работает уже все это не запрещает в Америке ну да достаточно много каких исследований но гомеопат выдвигает свои возражения что вот у вас там неправильные гомеопаты в Америке а у нас Киеве правильнее там речь вы не приседуете а у нас есть метод исследования которые у меня в принципе метод фоли это разве гомеопатия? метод фоли это комбинация некая это комбинация точечная вот китайская по этим самым точкам диагностики по электропроводности и гомеопатии то есть это вот такой комбинированный метод при чем гомеопатия? фоли фоли значит это только по точкам там есть там есть гомеопатические как раз компания в основном методе есть специалистов которые берут метод фоли в общем-то которые используют вот эти гомеопатические разные компании они используют метод фоли и потом по методу фоли дают рекомендации что пить они дают горошки горошки номер 6 горошки номер 4 и горошки номер 3 Возможный состав один и тот же но в данном случае работает хорошо здесь еще возможен вариант маркетинговых воинов то есть аллопатической медицине не выгодна гомеопатия и гомеопатическое то же самое и между ними есть еще некоторая разница что вот медицина которая не аллопатическая которая научная она работает вот кромеопатическая спорно как вот насчет диагностики вот очистной диагностики фоли у меня и не только фоли там есть по накатанию методика у меня отношение немножко менее такое отрицательное может быть что то есть потому что да в принципе мы знаем что некоторые там нервные пути они связаны с различными органами действительно возбуждение или торможение того или иного она может проявляться в проводимости тех или иных участков кожи но 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 тоже большим сомнением отношусь насколько все это вот где-то на грани прививленности практически нет нормальных статистик да сажение вот по гомеопатии есть достойная статистика которая говорит что они работают да ну вот это вот действительно те метра исследования которые вот объединили большое количество частных исследований в разных странах показали что они какой достоверной достоверной эффекта не было ну выходящее за пределы эффекта плацены естественно точно так же аллопатические исследования они все равно идут только с неким таким как угадывание подгода с прогнозом благоприятно относительно благоприятно понимаете вот если у вас переломать ну не у вас скажем у кого-то переломать руку да я не говорю о лечении препаратами то есть понятно что эффект при большинстве методов лечения он находится в пределах 10-20 процентов да это такова степика вообще медицина то есть все что мне касается срочных мер например у человека ожоги он горел и закрывает яму все остальное это действительно 10-20 процентов но именно в этом возникает сложность поскольку те вещи которые дают минус 5 процентов их достаточно быстро отбраковывают ну хотя не всегда по огромной количестве людей которые вредные вещи будут но если мы говорим про вообще не работающее вещество то есть когда мы говорим про лечение атеросклероза инсульта диабета мы же не говорим что у человека копцы все нет диабета после одной таблетки мы говорим про небольшое улучшение соответственно сравнивать если так издалека посмотреть может кажется нет большой разницы что аллопатия 5 процентов дает что гомеопатия может быть дает пол процента но на самом деле разница большая есть но давайте сейчас не пользоваться термином аллопатия и гомеопатия поскольку это термин средневековый а сейчас существует медицинская наука которая не является не аллопатией не гомеопатией а является наукой и давайте продолжим у меня к сожалению минут через 15 надо уже уходить можно на следующий вот можно увеличить значит у животных удается увеличить продолжительность жизни можно ли увеличить продолжительность жизни у человека вот как я уже говорил намного труднее это отследить но можно иногда по статистике отследить вот если что-то изменилось в обществе или скажем вот одно общество одна германия была разделилась на две германии а потом опять соединились и можно посмотреть как была вот статистика смертности в разных возрастах и ожидаемая продолжительность жизни в одной стране и другой стране то есть вот по такой демографической статистике что-то понять можно и да есть примеры того что на продолжительность жизни человека можно заметно достоверно и положительно повлиять Вот два примера, это как та самая Германия, о которой я говорил, и второй пример это Финляндия, где после введения в пищевой рацион населения селена, резко возросла ожидаемая продолжительность жизни. Дело в том, что в Финляндии в почвах был недостаток селена. Сначала финны обратили внимание, что у них ниже продолжительность жизни, чем, скажем, в соседней Швеции, заметно и достоверно. Стали изучать почему. Одной из причин обнаружили недостаток селена в почвах Финляндии. Стали селена добавлять в почву, в удобрения, стали в корм скоту добавлять. И в результате этой программы в 2,5 раза меньше среди сосудистой патологии, онкологии, то есть при недостатке селена происходило ускоренное старение. Они с этим справились. Так вот, эта зона недостаточного селена, она от Финляндии продолжается через Карелию и в наши центральные районы, в том числе и в Москву захватывая. Вот если помните, вначале я говорил о том, что там были области, в которых 100% населения недополучает селена, включая Москву. Вот то же самое, что сделали Финляндии, в общем-то копеечные добавки селены. Они могли бы существенно увеличить продолжительность жизни у нас и снизить ту позорную, катастрофическую ситуацию с преждевременным старением, которая у нас в России. А теперь дальше переложим. Вот что у нас происходит в России. Во всем мире, вот здесь 4 страны приведены, но это характерно для большинства стран мира, как развитых, так и развивающихся. Во всем мире продолжительность жизни растет со страшной скоростью. В последних где-то 50 лет. Тоже причина этого не совсем понятна. Думали сначала, что это связано с детской смертностью. Вот когда детскую смертность боролись, то в прорывающей жизни суммарно возрастало. Выбили детскую смертность под корень, рост продолжительности жизни этого не заметил. Думали с инфекционными заболеваниями. Выбили инфекционное заболевание под корень, и то от них не умирается, а вложительность жизни продолжает расти. То есть вот где-то, ну да, вот с 50-го года и сейчас до сих пор она продолжает монотонно, линейно расти на 3 года примерно за десятилетия. Это, если вдуматься, страшная скорость. Вот если бы она 300 лет росла с такой скоростью, а 300 лет, вы понимаете, по историческим масштабам это мгновение, вот за 300 лет она бы росла на 100 лет. В России? Нет, в мире. В России, как раз, к сожалению, Россия это не имеет отношения. Очень печально, но мы с вами живем в стране, которая характеризуется нормальным быстрым старением. Интересно, что где-то до 60-го года это было не так. Вот вы посмотрите, вот эта линия, это Россия. Вот эта красная, это Япония. Вы видите, что продолжительность жизни в России чуть-чуть выше, чем в Японии. Где-то между 50-м и 60-м годом. И растет одинаково быстро. После этого в Японии она продолжает расти точно так же. И пидет куда-то в бесконечность. В Советском Союзе вот эта Россия, в Украине чуть-чуть повыше продолжительность жизни. Продолжительность жизни мог вдруг резко тормозиться, останавливаться. Максимум продолжительности жизни был достигнут в 65-м году. Вот по России это вот где-то было, да, в 69-м году это было по России. После этого продолжительность жизни более-менее она просто падает в России. Ну и в Украине мы видим, что она тоже повторяет все те же самые изгибы. Вот за исключением периода, за исключением середины 80-х годов. Кстати, вот такое позволит себе сделать политическое заявление. Очень часто, когда говорят, что вот Россия вымирает, у нас там высокая смертность, все это валит на лихие 90-е годы, что якобы тогда было плохо. Ничего подобного, все началось в 60-е годы. В 60-е годы продолжительность жизни падала. Интересно, кстати, вот, ну ладно, я сейчас не буду просто недостатком времени обсудать антиалкогольные компоненты, то есть антиалкогольная компания кончилась уже где-то, я не помню, когда ее отменили, но в году в 90-м, не раньше. А продолжительность жизни уже снова пошла вниз. И третья, да, даже четвертая, четвертая уже. Вот здесь вот, ну даже из-за того, что 5-летние эти самые кусочки, есть не видно. Здесь вот подъем в районе есть, где-то с 93-го по 98-м год здесь тоже есть подъем. Не такой большой, как здесь, но вполне четкий, достоверно выраженный. Вот если в таком вот историю, эти годы, это годы спирт-рояль. Чего? Спирт-рояль. Когда вот 24 часа в сутки на любом углу в ларьке можно было купить литр спирт-рояль. И, в общем-то, все покупали. И именно этот период почему-то совпадает с таким локальным, достаточно резким, но достоверным совершенно подъемом продолжительности жизни. Почему это? В общем-то, не знаю, я не думаю, что это благодаря спирт-рояль. Вот почему этот подъем кончился, это понятно, он кончился в 98-м году. Резко оборвался, когда вот был известный кризис, дефолт, там, отставка правительства и все. На мой взгляд, здесь важны скорее психологические эффекты. Вот здесь вот мы имеем перестройку. Период больших ожиданий. Людам интересно жить, им хочется посмотреть, что будет завтра. Будущее интересно. Потом перестройка начинает стагнировать. 87-88 год уже быстро идет на угол продолжительность жизни. Хотя антиалкогольная компания продолжается. И то же самое, вот, 98-й год, тоже явно психологические эффекты. Совершенно это вот самое... Самый, вот именно этот кризис 98-го года, явно психологический, потому что, ну, не от голода люди умирали все-таки тогда. Не настолько, если вы какие, то там единицы, но умирали именно от шока психологического, последствий такого. То есть вот мы видим, что психологические эффекты, они могут быть не менее значимы, чем таких полноматериалов. Ну и еще раз, вот сейчас мы с 60-го года от Рейтонии отстаем вот на сколько-то, 15 лет? Да, где-то на 15 лет отстаем по продолжительности жизни. Сейчас, вроде бы, вот последние, там, пару лет наметился некий подъем. Ну, я даже не уверен, достигли мы уровня 60-65-го года. Потому что, ну, вообще в данных, некоторые эксперты сомневаются в том, что вообще подъем имеется, что он не симулирован. Можно это определение, да, это бессмертие хорошее, когда бессмертие наступит тогда, когда продолжительность жизни не будет увеличиваться в год, на 10 год. Я назвал бы это неотконечной продолжительностью жизни. Я стараюсь не пользоваться термином бессмертия, потому что такие термины, как бессмертие, вечность, бесконечность, они, в общем-то, не являются терминами естественных талантов. Это стоит об философских терминов. В естественных науках такого понятия нет, потому что, ну, никто никогда не измерил бесконечно большого, там, отрезка, и никто никогда бесконечно долго не стоялся куда-мируем. Поэтому, ну, неограниченная продолжительность жизни, это понятно. Это вот когда нету какого-то предела, выше которого жить уже невозможно. Есть неограничная продолжительность жизни, есть пренебрежимое старение. Это тогда, когда смертность вообще не растет в среду. То есть, ну вот как у не стоящих животных, вот как если бы нам удалось на каком-то возрасте 30 или 40 лет зафиксировать смертность, то вот это была бы смертность независящая от возраста, пренебрежимая история. В продолжение темы о росте продолжительности жизни во всем мире. Еще удивительнее те события, которые происходят с количеством долгожителей в мире. Вот я сказал, что вот нам на 3 года за 10 лет растет на выражительной жизни, это фантастическая скорость по историческим таким понятиям. А теперь посмотрите, как растет число долгожителей. Вот здесь зеленые это шведы 100 лет и старше, а синие японцы 105 лет и старше. Они вот немножко различаются по возрасту, но в общем примерно смысл понятен. Вот мы видим, что скажем, что этих самых японцев до 50-го года нет вообще. Потом они появляются, но до 75-го года где-то там вот это уникальный случай. А потом пошло, 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 и куда дальше пойдет. А что получается? Вот это называется что-то похожее на то, что называется сингулярность. Так эти летние японцы 100-го столетних шведов? Да. А почему? Смотрите, вы сами говорили, что вероятность, ну может быть ты или кто-то, по крайней мере я точно помню, что вы говорили, что вероятность после 100 лет для человека прожить один год, это 50% примерно. Естественно, это грубый, это порядок величины. Он в разных странах может отличаться. Получается так, что 105 летних должно быть в 2,5 степени меньше, чем столетних. А тут получается, что японцев 105 летних примерно столько столетних. Это разные страны. И потом в два раза это все-таки, наверное, вот выходит где-то к 105 годам как раз. То есть вот если вернуться к тому графику, там чуть-чуть все-таки есть возрастание смертности, хотя и незначительно уже между 100 и 105 годами. А почему это про женщин только? Куда мужчин денег? Ну вот такие там, да, 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 да. Да, там написано Females, это женщины. Да, это женщины. Это меньше животных. Меньше животных или график другой? Нет, тут живот меньше, поэтому в 100 лет больше. Я сейчас уже не помню вот той статьи, откуда я взял, куда и график по мужчинам. Потому что мне вот этот вот график так вот врезался в сознание, что вот я не мог его не украсть. И теперь вставляю во все свои презентации, которые имеют какое-то отношение к демографии старинной. Ну динамика у них похожая? Они отличаются только количественно? У кого? У мужчин такой же, похожий или там другой? У мужчин тоже такой же, но и общее количество, естественно, меньше. Вот это, в общем-то, удивительное явление. И оно характерно не только для Японии и Швеции. Более того, оно характерно и для России. Вот если по средней продолжительности жизни у нас ситуация позорная, то по количеству долгожителей, в общем-то, растет тоже достаточно быстро количество долгожителей. Хотя в общее количество, конечно, гораздо меньше, чем в Японии или Швеции. Но растет, в общем-то, тоже похожий вот такой вот гаевой. Тоже с чем это связано, тоже непонятно. Это вот одна из таких нерешенных до конца демографических загадок. Интересно, кстати, что долгожителей больше в городах, в больших городах. Хотя казалось бы, вот там на природе жить, где-нибудь свежий воздух, там фрукты, овощи с грядки. А вот в городах их процент больше. Это иногда посвязывает с тем, что в городах лучше медицинское обслуживание. Но, скорее всего, не так, потому что те люди, которые живут там до 100-105 лет, они, как правило, вот скажем, там до 95 лет не пользуются медицинским обслуживанием особенно. То есть это люди, которые, кстати, часто болеют в молодости. Но вот в среднем возрасте такие люди обычно отправляются в очень высокое здоровье и, соответственно, от здравоохранения особо не зависит. Можно вопрос по предыдущему графику? Конечно. То есть вот там была продолжительность жизни по годам. Да. Слева было написано – ожидаемая продолжительность жизни родившихся в этот год. То есть как они это посчитали на 2009-й? Это прогноз? Дело в том, что ожидаемая продолжительность жизни – это такой, ну, общепринятый показатель, суть которого в том, что вот предполагает, что вот этот ребенок, ну, вернее, когорта тех, кто родился вот в этом году, она в следующем году будет умирать так, как в этом году умирает только один год, еще через год будет умирать так, как только сейчас два года. Понятно, что это будет не так, потому что через два года будет другая какая-то смена. Но это такая вот показатель, который характеризует не судьбу этой когорты фактическую, которую прогноз какой-то, а характеризует вот некий срез по этому году. Срез для всех возрастов. Дело не в том, что показатель по месяцам. Дело в том, что на самом деле эти люди будут жить, скорее всего, больше. Потому что продолжительность жизни будет расти. И смертность, соответственно, в каждом возрасте будет меньше, чем она сейчас. Но вот если бы смертность во всех возрастах зафиксировалась на лишнем уровне, то они бы жили вот так. То есть это характеризует нынешний момент, а не будущее. Игорь, а вот насколько точна статистика, то, что я читал как раз, что самая большая продолжительность жизни сейчас в России, в принципе, Москва и именно центрального уровня Москвы. Вероятно, да. Я не знаю точно по России и Москве, но то, что в мире по городам это так, по большим городам, да, это тоже не очень понятно, потому что вроде шум, загрязненный воздух, нервная жизнь, а вот тем не менее. Ну а можно это связать с тем, что все-таки в центре крупных городов живут люди с более высоким уровнем доходов? Как правило, как правило, люди интеллектуальные виды деятельности. Да, по-моему, люди с высоким уровнем дохода живут больше в пригородах, у нас сейчас на виллах этих самых. Я затрудняюсь сказать, у меня просто нету конкретной статистики, чтобы это что-то сказать. То, что люди интеллектуальные деятельности действительно шумы дольше. У Москвы, там внутри, у нас соседний округ, берется юго-западный округ и южный округ, то есть через проспект буквально. На четыре года разница. Нет, ну там, наверное, все-таки они не по разных странам уже собираются, а по соседним. Там очень много может быть. Вот в этом районе селились там рабочий шинного завода. Да. А в этом районе, вот Балининского проспекта, селились в Лучево. Там совпадились профессиональные особенности. Вот профессиональные, это точно известно совершенно, что есть просто по различным профессиям статистика и достаточно большая разница между, там скажем, преподавателями университетов и разнорабочными. Очень большая. То есть разнорабочие самые низкие. Ну, да. Вот так что вот, с продолжительностью жизни многие вещи пока непонятны, почему это происходит, что и как. Но, тем не менее, вот такие события происходят. И если сохранится нынешняя тенденция к хвосту продолжительности жизни, то те дети, которые родились после, скажем, 2000 года, они должны прожить больше 100 лет, то есть даже до следующего века в среднем. Ну, другое дело, что из других соображений, мне кажется, что до этого произойдут еще гораздо более драматические события. Но вот даже если просто экстраполировать нынешние чисто демографические тенденции, то вот такое уникальное, если вспомнить, что когда-то продолжительность жизни была порядка 20 лет, потом уже в относительно благополучных обществах порядка 40 лет, а сейчас мы ждем порядка 100 лет. Ну, вот я, к сожалению, наверное, должен заканчивать. Уже у меня просто время истекает. О чем я успел рассказать? Вот если подходы к тому же части жизни разделить по, ну, такому слову, можно показать, как кредитальность, то самое простое – это того, там, здорового образа жизни, и выбор питания следующий – это вот какие-то биологически активные добавки, то есть то, что может быть рецепт у врача, следующее – это медикаменты, которые уже там по рецепту врача надо, следующее – это какие-то более эрогитальные, там, биоинженерные всякие подходы, следующее – наномедицина, я ее просто не стал сказать, поскольку наномедицина – это настолько разнородная область, что это тема для отдельной большой лекции. Вот если можно и будем говорить, я могу специальную там по наномедицине дать. И дальше идут вот всякие интересные, подходы, которые нетрадиционны, мягко говоря, то есть даже если нам медицину считать таким, более-менее понятным, что… Ну, терапевтические клонирования. Например, клонирование человека для получения клеток, чтобы выращивать им нового образа. Кривоненько. Вот об этом я хотел немножко рассказать сегодня, но уже просто не успеваю. Это креоконсервация человека, ну, скажем так, свежеумершего, в надежде на то, что в некотором будущем будут созданы методы, которые позволят его разморозить, оживить, излечить от той болезни, в которой он умер, оболодить и уже здорово и бессмертно выпустить в смелый головой мир. Гипернизация – это полная замена вообще частей тела, оставив там, может быть, головной мозг, который каким-то искусственным системам поддерживается в состоянии существования. Загрузка – это уже перенос индивидуальности, личности, души, если говорить о такой терминологии, на новый материальный носитель. Не в смысле его переселения душ, как в индийской мифологии, а в индуистской, а в смысле переноса, например, на какие-то электронные носители, возможно, в виртуальные и так далее. Вот эту часть я сегодня уже не буду затрагивать. Может быть, когда-нибудь стоит поговорить об этом отдельно, потому что здесь есть масса интереснейших проблем, вопросов, противоречий, спорных фактов и неочевидных. Обычно к этому относятся как к некой темно-науке, или к генетическим, может быть, методам терапевтического планирования. Ну, об этических аспектах и философских тоже стоит поговорить отдельно. Но вот здесь мы уже выходим за пределы того, что можно назвать медициной, и переходим к области неких предположений, экскорпуляции того, как будет выглядеть наше будущее, и как будут выглядеть возможности науки и технологии в нашем будущем. Ну, об этом можно и поговорим как бы в следующий раз, если лучше вообще. А сейчас спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если есть еще какие-то вопросы, может быть? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, так, в принципе, вообще уже не то. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно быть один, если по существу, по делу, без этого не можете уйти. АПЛОДИСМЕНТЫ А как ты относишься к ограничению калорий? АПЛОДИСМЕНТЫ Отграничение калорий, что такое ограничение калорий? АПЛОДИСМЕНТЫ Это еще в начале 20 века было показано, что если крыс посадить на диету, там, где они получают на треть, примерно, меньше калорий, но при этом все нужные питательные вещества, что они еще забывают, часто, к сожалению, то они живут где-то на 30% дольше, чем те крысы, которые питаются... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно искалковать как польза голодания, но при условии адекватного получения необходимых веществ, а можно искалковать как вред переедания. Потому что триса, когда она сидит в клетке, она неподвижна, другого развлечения, кроме как пожрать у нее, грубо говоря, нету. Ну и, в общем, да, она живет, жиреет и, соответственно, живет меньше. То есть она ест... Можно сказать, что крыси полезное есть меньше, а можно сказать, что ей вредное есть больше, чем ультимальное. АПЛОДИСМЕНТЫ Сам факт вот этого самого действия такого голодания, он показан не для всех видов и даже, например, не для всех видов мышей. Он совершенно точно не показан для человека. Вернее так, он не показан влияние на продолжительность жизни. Показано влияние на некоторые заболевания. Действительно, некоторые заболевания снижаются, но при этом, похоже, что некоторые другие повышаются. То есть сердечно-сосудистые снижаются, инфекционные повышаются. И та же крыса, если она голодная, в стерильном вивании, она будет себя жить и жить. А если она попадет в природу, поскольку у нее будет скомпрометирован иммунитет из-за недостаточной наступительности, то она вскоре умрет от инфекционных заболеваний. Поэтому сравнивать крыс, живущих в клетке, с людьми, живущими в дикой природе, в общем, не совсем корректно. Кстати, я просто, чтобы Игорю дать возможность, чтобы вы все ответили, Анатолий там отдельно расстроил тему, он готов, когда будет выступать, темным питанием как раз занимался. То есть, ну, за случай я просто, чтобы время у тебя дать возможность. Если какой-то колоссальный вопрос, из которого жизнь дальше невозможна, бессмертная, то тогда... Самый вопрос, как измерять его возраст? Ну, если при смерти все выглядят одинаково, то есть что в 100 лет, что в 70, значит, у них есть какая-то длительность? Нет, ну, паспорт есть, дата рождения стоит. Ну, то есть биологический возраст, скорость старения индивидуального, это... Я... нет, ну, как если старение остановить, то биологический возраст у всех будет... Чем показать это? Тот, на котором ее восстановили. Вообще, такого корректно, не совсем корректно вести показатель биологический возраст. Потому что разные люди стареют по-разному. У одних стареет сердечно-сосудистая система, у других иммунная, у третьих, там, нервная система. И у одного, может быть, прекрасная, там, здоровая сердце и сосуды, но, там, я не знаю... Болеецарь с геймерами. Вот... Вот как их сравнивать по возрасту, того, у кого больной сердце, того, у кого хороший мозг и того, у кого... Наоборот, вот... В принципе, единственным достоверным показателем старения является смертность. Хотя бы потому, что она единственная, которую можно адекватно измерить. Вот человек либо помер, либо жив. А вот какой там у него степени атеросклероза, это довольно трудно измерить. Но смертность, ее может померить только в популяциях. Ее для индивидуума можно померить только вот... По факту. Два значения, да, по факту. То есть, можно сказать, что когда он помер, то он достиг возраста с 8. И он узнал правду. Он узнал правду. Он узнал правду. Он узнал, какой у него был биологический возраст. Ну, это оптимистичный такой финал абсолютно, значит, который раскрывает все, что лучше иметь один факт и не узнавать про второй. Факт жизни. Вот. А второй нам не особенно нужен. Игорь, огромное тебе спасибо просто за огромное вот... Всем спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ